В этом упражнении вы познакомитесь с группой искажающих фильтров Photoshop CS6. Создайте новый документ, выбрав пункт «Создать» в меню «Файл». Настройте параметры нового документа. Ширина и высота 10 см, разрешение 300 точек на дюйм, цветовой режим RGB, содержимое фона белый и нажмите кнопку «Ок». Выберите инструмент «Градиент» и залейте фон вашего документа с помощью этого инструмента. В панели настроек инструмента вы можете заменить тип и цвет градиента. Подберите тип и цвет градиента и залейте фон, как показано в упражнении. Теперь выберите инструмент «Кисть». В панели настроек выберите кисть в форме кленового листа. Проведите курсором по документу, удерживая левую клавишу мыши. Чтобы изменить цвет, щелкните по пиктограмме «Выбрать основной цвет» на панели инструментов. И в палитре цветов выберите основной цвет, подходящий для вашей композиции. Продолжайте работать над вашей композицией, как показано в упражнении. Теперь, когда основа композиции создана, мы можем начать экспериментировать с искажающими фильтрами. В меню «Фильтр» подведите курсор к подменю «Искажения» и выберите фильтр «Волна». Появится окно настроек искажающего фильтра «Волна». Это один из самых сложных фильтров программы Photoshop CS6. В правой части окна настроек вы увидите небольшое окно «Превью». Так будет выглядеть ваша композиция после применения фильтра «Волна». Посмотрите, как изменяется исходная композиция при изменении параметров таких как тип, число генераторов, длина волны и т.д. Чтобы применить искажающий фильтр, щелкните по кнопке «Ок». Нажмите сочетание клавиш Ctrl-Z на клавиатуре, чтобы отменить искажающий фильтр «Волна». Продолжим изучать искажающие фильтры. Выберите фильтр «Дисторсия». Этот фильтр нужен для исправления или внесения оптических искажений, аберраций. Сетка в правом нижнем углу окна настроек поможет лучше представить схему эффекта, который должен возникнуть на изображении. Отмените эффект «Дисторсия». Выберем следующий фильтр из группы искажающих фильтров «Зигзаг». При помощи этого фильтра можно получить не только остроугольный зигзаг, но и плавную волну. Для этого нужно выбрать подходящий стиль и настроить параметры количества и складки фильтра «Зигзаг». Потренируйтесь настраивать параметры этого фильтра и создавайте нужные вам эффекты. В этом упражнении ваша цель познакомиться со всеми искажающими фильтрами, чтобы в дальнейшем иметь возможность применять их для создания различных композиций. Отмените эффект «Зигзаг». Выберите следующий искажающий фильтр «Коррекция дисторсии». Этот универсальный фильтр очень часто используют профессиональные фотографы для устранения дефектов фотографии. Также этот фильтр помогает исправить перспективные искажения. Потренируйтесь настраивать параметры этого фильтра и посмотрите, как меняется ваше изображение. Выберем следующий фильтр «Океанские волны». В результате применения этого фильтра отдельные пикселы изображения смещаются, из-за чего создается впечатление, что изображение помещено под слой воды. Продолжим изучать искажающие фильтры. Выберите фильтр «Рассеянное свечение». С помощью этого фильтра вокруг объектов создается сияние, постепенно сливающее с исходным изображением. Эффект, получаемый при помощи этого фильтра, зависит от заднего плана вашего документа. Попробуйте поэкспериментировать с цветом другого заднего плана и посмотрите, как будет изменяться ваша композиция. Следующий фильтр в группе искажающих фильтров – фильтр «Рябь». Подобно фильтру «Волна», фильтр «Рябь» предназначен в первую очередь для создания волн на поверхности изображения. Но в отличие от волны, фильтр «Рябь» имеет гораздо меньше параметров, которые необходимо настроить, и в связи с этим очень прост в применении. Не забывайте нажимать «Контрол-З» на клавиатуре перед тем, как выбрать новый фильтр. Продолжим знакомство с искажающими фильтрами. Выберите фильтр «Скручивание». Этот фильтр позволяет закручивать группу пикселей, располагающихся вдоль радиальных лучей изображения, относительно центра. Степенью скручивания можно управлять при помощи ползунка «Угол» в нижней части окна настроек. Выберите следующий фильтр «Смещение». Чтобы использовать этот фильтр, нужно предварительно создать карту смещения, то есть изображение или текстуру в формате PSD. Очень важно, чтобы этот документ содержал только один слой. Черные области карты смещения перемещают цвета пикселей на максимальное расстояние вправо и влево. Белые области карты, карты смещения, сдвигают цвета пикселей максимально влево и вверх. Выберите следующий фильтр «Стекло». В результате применения этого фильтра отдельные пикселы изображения смещаются, создавая впечатление, что изображение помещено под неровное стекло. Ну и последний из искажающих фильтров – фильтр «Сферизация». Этот фильтр похож на фильтр «Дисторсия» и позволяет придавать изображению сферические искажения. В нижней части окна настроек фильтра находится раскрывающийся список, позволяющий изменить режим действия эффекта на ручной и два режима, применяемых только по вертикали или по горизонтали. Отмените фильтр «Сферизация». Итак, вы познакомились с группой искажающих фильтров программы Photoshop CS6. Предлагаю вам создать несколько композиций самостоятельно, используя подходящие искажающие фильтры. Продолжение следует...